Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». В федеральных проектах 12 приоритетных нацпроектов. В год столетия республики идет строительство, ремонт и реконструкция 125 различных объектов. Примерно столько же насчитывается мероприятий с участием различных категорий граждан, которые охватывают образовательную, социальную, культурную и другие сферы. Еще один важный момент – новые объекты. Это сотни рабочих мест. Рашид Тимрязов также отметил, что на фоне санкций зарубежных государств задача властей – задействовать все механизмы поддержки экономики, предпринимательства, организации промышленности и сельского хозяйства. Есть федеральный и региональный план действий. Наш регион движется в его фарватере. Уже сейчас ситуация заметно стабилизировалась. 30-летие отметили российские спасатели. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, прошло на базе Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда. Поздравить спасателей приехали представители республиканского правительства и парламента. Перед официальным собранием личный состав и гости возложили цветы к мемориалу заслуженного спасателя России Вячеслава Дзираева. Мадина Каракетова с подробностями. 30 лет назад в трудовых книжках у ряда смелых, отважных, любящих жизни и готовых рисковать ею ради жизни других людей появилась запись, принят спасателем в Карачаево-Черкесскую республиканскую поисково-спасательную службу. И так и осталась единственная запись у большинства. Первым руководителем вновь созданной структуры был назначен Вячеслав Дзираев. Торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, собравшись, начали у мемориала. Этому уникальному человеку, установленного на территории базы Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России, который, собственно, и носит имя первого руководителя. Человек очень яркий, очень самобытный, начитанный, волевой. Благодаря ему с первых дней был определен вектор развития службы. Это и заслуженное чемпионство подряд, трехкратное, что до нас никто не делал в нашей стране. Это и применение новейших технологий, иногда даже за счет собственных средств. Первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии, Хазер Чекуев, от имени главы республики и правительство, поздравил спасателей с праздничной датой. Спасатель не просто работа, это образ жизни, характер и поступки. Мы, проделевая неимоверные трудности и зачастую рискуя собой, мы мужественно выполняли свой служебный, гражданский и человеческий долг по спасению людей. Каждый, кто посвящает свою жизнь служению людям, достоин благодарности и уважения. На протяжении 30 лет спасатели нашей республики выполняют удачи по оказанию помощи людям на высоком профессиональном уровне. К мемориалу Вячеслава Отзираеву собравшиеся возложили цветы. Гостей и личный состав пригласили в актовый зал. Здесь вниманию собравшихся был представлен фильм о трудной и достойной профессии спасателя. Фильм перенес зрителей в самую гущу чрезвычайных ситуаций, природных катаклизмов, из эпицентра которых спасатели зачастую рискуя жизни выводили людей. Наводнение, сходы селя, лавин, пожары, авиакрушения и сотни других опасных случаев, о которых мы даже не слышали, но спасатели были в самой их гуще и спасали жизни и имущества. После начальник Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Мозгов напомнил собравшимся немного истории, рассказал о достижениях. Карачаево-Черкесская поисково-спасательная служба была образована 1 августа 1992 года, и коллективу во главе с Вячеславом Дзираевым хватило ровно трех дней, чтобы эту службу организовать и довести до ума. Представляете, насколько это титанический труд, тем более в те годы. Тем не менее, ровно через три дня, как была образована служба общероссийская, стал на профессиональную основу и наш Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд, который объединил в себе туристскую контрольно-спасательную службу и один из контрольно-спасательных пунктов альпинистских, который дислоцировался в Донбай у нас. Служба вошла в состав государственного комитета вполне дееспособной и достаточно профессиональным подразделениям. На тот момент контрольно-спасательные пункты, контрольно-спасательные службы располагали штатом спасателей-общественников, имеющих громадный опыт проведения спасательных операций в природной среде, техникой, средствами связи, достаточным количеством снаряжения, оборудования для ведения спасательных работ в горах республики и за ее пределами. Многие спасатели службы имели опыт проведения работ в техногенной среде, приобретенной в ходе ликвидации последствий землетрясения в Армянской Советской Социалистической Республике в 87-м году. Кстати, два человека, три человека, Сергей Фенев, Виктор Константинович Рабинский и Байчоров, Рамазан присутствовали как раз на этих работах. Сегодня они присутствуют у нас в зале. Честь вам и хвала, Виктор Константинович до сих пор продолжает карьеру. За 30 лет спасателями были проведены 5981 спасательных и неотложных работ. Многие отмечены самыми высокими орденами и медалями, заслуженными званиями. Практически по 200 работ в год у нас выходило. Количество пострадавших и спасенных посчитать практически невозможно. То количество имущества, которое удалось спасти в ходе ликвидации последствий землетрясений, и наводнения особенно, то же самое в финансовом выражении, но подсчета практически не имеет. За мужество и профессионализм, проявленные при выполнении своих служебных обязанностей, спасатели нашего отряда более 30 раз награждались государственными наградами. Три человека имеют орден мужества, один человек – орден почета, медалью за спасение погибавших награждены 13 спасателей, три – за отвагу. В том числе 6 работников отряда присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». 23 спасателя наши имеют звание «Заслуженный спасатель Карачаева-Черкесской Республики». Безусловное доказательство профессионализма спасателей Карачаева-Черкесии сегодня уже было освящено, это трехкратное чемпионство на соревнованиях спасателей. Как раз на этих соревнованиях мы откатываем свое мастерство, набираемся опыта и приобретаем, вернее, опыт проведения работ в техногенной, в условиях техногенных катастроф и в условиях природной среды. По итогам деятельности 2012 года отряд был признан лучшим в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям, награжден кубком за доблесть и высокий профессионализм при спасении людей. В 2014 году аналогичный кубок был получен из рук начальника Северокавказского регионального центра МЧС России. По итогам 2014 года спасатель международного класса Дмитрий Герасченко признан лучшим спасателем МЧС России. Еще один спасатель первого класса Геннадий Мишаткин в 2019 году признан лучшим водолазом системы. Поздравляю спасателей руководства МЧС России Покорачева-Черкесии, депутаты парламента, коллеги из других регионов. И, конечно же, особые слова благодарности были обращены к ветеранам службы. 17 из них были вручены медали ветеран поисково-спасательной службы. Неоценим ваш вклад в формирование положительного имиджа нашей республики, как туристического региона. Благодаря профессионализму спасателей, безопасность и помощь туристам обесцвечивается на высочайшем уровне. Спасибо вам, дорогие спасатели, за вашу трудную, но такую важную и необходимую работу. За ваше мужество и готовность к самопожертвованию ради жизни и здоровья других людей. После всех присутствующих пригласили на ознакомительную экскурсию. Спасатели продемонстрировали гостям и ветеранам современные образцы техники, которая стоит на вооружении спасателей. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков. События недели. Общественная палата Карачаева-Черкесии приступила к обучению 104 наблюдателей за предстоящими выборами депутатов. Как проходит обучение на семинарах, каким должен быть общественный наблюдатель и для чего нужен мониторинг, расскажет Карчаби-Джеев. Следить за честностью выборов – именно такая задача предстоит стать четырем наблюдателем Черкесии. Их присутствие на избирательных участках позволяет повысить шансы на прозрачность, демократичность выборов. На семинарах их учат правовым аспектам. Наблюдатели должны уметь выявлять нарушения во время голосования и реагировать на них в рамках закона. Цель наблюдения за выборами – предотвращение тех нарушений, которые могут быть как во время процедуры голосования, так и при подсчете голосов. Многие из них уже имеют опыт работы на избирательных участках. Например, Татьяна Салащенко. За ее плечами огромный опыт мониторинга выборов. На вопрос, откуда такая активная гражданская позиция, отвечает твердо – это мой долг. Я хочу, чтобы выборы проходили законно, с соблюдением всех правил. И поэтому в лице наблюдателя буду следить за тем, чтобы все было прозрачно, легитимно. И стоять на страже защиты прав и законности по отношению к нашим избирателям. Первый семинар прошел в Черкесске. Председатель общественной палаты Елена Лешова подчеркнула, для того, чтобы выборы прошли честно, прозрачно, чтобы они отражали демократические принципы, необходим качественный контроль. Его осуществляют общественные наблюдатели на протяжении трех дней с 9 по 11 сентября. Жителям республиканской столицы предстоит избрать новый состав городской думы. Набор наблюдателей – это личная инициатива самих граждан. Они, соответственно, пройдя обучение, поэтому приглашаем мы всех желающих. У нас информация увешена на сайте общественной палаты и в соцсетях. И затем, после обучения, они подают набор документов. Следующий обучающий семинар члены общественной палаты проведут в Зеленчугском и Урубском районах. Затем в остальных населенных пунктах, где в сентябре пройдут выборы. Всего в республике назначены 43 избирательные кампании. Карчабиджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Никто, кроме нас. Этот девиз знают в нашей стране, пожалуй, все. На минувшей неделе воздушно-десантным войскам вооруженных сил России исполнилось 92 года со дня образования. По традиции мероприятие прошло в парке культуры и отдыха Зеленого острова в республиканской столице. Альбина Ламкова продолжит тему. На торжественном мероприятии воздушно-десантных войск приняли участие не только военнослужащие, но и представители власти, а также приглашенные гости. Ветеранам крылатой пехоты вручили грамоты и памятные медали. Наш коллега-журналист отдела вещаний на карачаевском языке Ахмат Чачаев тоже был удостоен награды генерал армии Маргелов. И сегодня гордится тем, что во время службы ВДВ прославленный военачальник принимал парад, в котором он участвовал. Это самый бесценный, самый дорогой орден для нас. Потому что основатель воздушно-десантных войск и первым его командующим был Маргелов. Десантник знает смерть лицов. Маргелов так сказал. И мы тоже знаем. Каждый знает свое место. Я поздравляю всех с днем десантника. Для Ахмата Расуловича 92-я годовщина празднования ВДВ еще и юбилейная. 55 лет назад, пройдя жесткую комиссию, он принял присягу. И на сегодняшний день остается верен ей. Он достойен, говорит один генерал. Достойен служить в ВДВ. Так сказал. Я был рад. Очень рад. Я бросил институт. Бывших десантников не бывает, отметили на торжестве. Так как по окончании службы голубые береты продолжают свято хранить традиции ВДВ. Оказывать помощь инвалидам и семьям погибших товарищей. Воспитывать настоящих патриотов. Готовых в любую минуту с оружием в руках стать на защиту отчизны. А еще десантники – большие оптимисты. Позитив – их отличительная черта. У нас единственный народ, войск, у которого нет национальности. Мы все родом из ВДВ и батя наш Маргелов. И мы гордимся им. Мы до сих пор в душе, хоть уже старые, правда, но еще молодые. Вот, мотив ВДВ-дапратишка. Дай вам Бог счастья. Ценить жизнь мы нас научили. Служил в прибалтийской стране, в Литве, а потом перебросили в Кировобад, Азербайджан. Мы служили в Советском Союзе, но из-за родины потребуется, мы и сейчас будем послужить в России. Дай Бог всем десантникам здоровья, счастья, удачи, так же и вам всем. На торжестве назначили и нового председателя Союза десантников Корчаева-Черкесии. Им стал ветеран ВДВ Александр Максименко. Когда рвался еще в Афганистан, когда срочная пришла, я был единственным ребенком мужского пола у мамы, поэтому меня не взяли. Но когда мне было уже 30 лет, тогда я уже сам решил стать десантником. И очень горжусь. Затем по уже сложившейся традиции состоялось возложение цветов у памятника основателю ВДВ, военачальнику генералу Василию Маргелову. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести, Корчаева, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса. Я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов, компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек, детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама». Только 10 и 11 августа с 9 до 19 часов пройдет ярмарка от белорусских фирм «Марка» и «Белвест». Женские и мужские коллекции обуви из натуральной кожи, а также куртки, ветровки. Много новинок. Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства. Продолжение следует... На минувшей неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с вице-премьером республики Хызером Чекуевым. На ней обсудили ход уборочной кампании в регионе. Аграрии республики приступили к уборке зерновых колоссовых. Работы активными темпами уже ведутся в Абазинском, Адыгихабльском, Хабесском, Ногайском и Прикубанском районах. Собрано уже свыше 30 тысяч тонн зерна. Всего в этом году планируется убрать зерновых колоссовых с 82 тысяч гектаров. Преимущественно это будет озимая и яровая пшеница, кукуруза на зерно, ячмень, овес и рапс. Растениеводство в Карачаево-Черкесии за последние годы демонстрирует заметный динамичный рост. За 10 лет по статистическим данным воловой сбор зерна в республике вырос в два раза. Это происходит не за счет увеличения пассивных площадей, а в результате роста продуктивности гектара на основе внедрения прогрессивных передовых технологий, обработкой земель, новой техникой и высевом новейших сортов сельскохозяйственных культур. На этой неделе в честь празднования столетия Карачаева-Черкесии на перевале Гумбаши состоялся районный конкурс косарей. Своё мастерство продемонстрировали 15 участников из всех поселений Карачаевского района. Самому старшему участнику исполнилось 70 лет. Смотрите подробности. У горцев коса всегда была надёжным и прогрессивным инструментом, залогом и гарантом обеспечения кормом овец, крупного рогатого скота и коней. Без косы невозможно было прокормить многочисленные стада. С давних пор, во второй половине лета, когда трава обладает наиболее полезными свойствами, в горных аулах начинался сенокос. Традиционной жеребьёвкой начался турнир, который не проводился с советских времён. Ради конкурса косарей районный отдел культуры привёз передвижную выставку народного творчества и прикладного искусства. После напутственных слов главного судей был дан старт соревнованиям. Работа участников оценивалась по нескольким критериям. Это ровность скошенного волка. Под волком не должно быть не скошенной травы, не должно быть огрехов, где скошена. И между скошенной и не скошенной участками поля не должна оставаться ровная линия. Ну, естественно, чтобы стерня, скошенная участка была 3-5 сантиметра. Выбранный участок даже по меркам горной местности довольно трудный для сенокоса. Рельеф местности очень сложный, крутой склон. Каждому из них предстоит скосить 10 соток. Это очень сложно. Пока косари трудились, для болельщиков и гостей конкурса показали большую концертную программу артисты и вокалисты районного дома культуры. Популярные песни и зажигательная мелодия не оставили равнодушных. Многие пустились в пляс. Тем временем на поле возникла неожиданная интрига. Два часа интенсивной косьбы пока не выявили явного победителя соревнований. Двум фаворитам предстоит еще скосить по 3 сотки. Для них выделили чистый ровный участок и спустя некоторое время раздался радостный клич о том, что житель Верхней Мареи Ренат Дудов стал чемпионом районного конкурса косарей. Каждый день я полчаса тренировался. Каждый день, 10 дней я, каждый день, полчаса максимум. Утром и вечером. Победителю и призерам вручили солидные денежные призы, но главным трофеем для них стало внимание и уважение руководства района, зрителей и его жителей. Сегодня нет проигравших. Они все вот эти ребята, которые сегодня выступали, они все выиграли, потому что они нашли в себе смелость. Приехали на перевале, где высота 2050 метров, и показали хороший результат. Мы этот праздник проводим впервые. Да, такие праздники проводились во время СССР. Но сегодня мы решили их возродить. И каждый год в каждом ущелье мы будем проводить эти праздники. Конкурс косарей – праздник всех возрастов. А самому старшему участнику турнира пошел восьмой десяток. Силы есть или нет. К тебя хотел. А наш праздничный концерт совершает всеми любимым париклорный народный ансамбль. Могу идти или не могу. Хотел. Вам сколько лет? 70 лет. Как вы себя чувствуете? Нормально. В заключении большого праздника в честь 100-летия Карачаева-Черкесии всех участников и гостей конкурса косарей Карачаевского района пригласили на праздничный обед. Мурат Шанкёзов, Расул Берди, Вести Карачаева-Черкесия, Перевал Гумбаши. Около 600 медалей различного достоинства завоевали в течение последних лет представителей нашей республики на соревнованиях окружного, федерального и международного уровней. С одной стороны, в регионе продолжается запуск объектов спортивной инфраструктуры. С другой, в свете санкций в отношении России пришлось внести некоторые коррективы, в том числе в подготовку задействованных в этой сфере людей. Об успехах и преодолении трудностей нашему корреспонденту Артуру Мхце рассказал министр физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Рашид Узденов. На что делает упор министерства спорта на создание условий для занятий или на кадровый состав? Я считаю, что успех состоит из нескольких вещей. Первое – это, безусловно, развитие спортивной инфраструктуры, потому что тяжело представить себе отсутствие спортивной инфраструктуры и какой-то прогресс в развитии. Поэтому мы над этим работаем. Второй вопрос – это повышение качества тренерских услуг. И третья составляющая – это финансирование, потому что без финансирования невозможно провести и мероприятия, и содержать тренерских состав, а также и обслуживать спортивную инфраструктуру. Говоря о развитии спортивной инфраструктуры, в Министерстве спорта за последнее время проведена огромная работа. Сказать точно, это более 120 объектов за последние 10 лет. Это у нас, получается, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны, футбольные поля, многофункциональные площадки, воркаут-площадки и так далее. Говоря о тренерских кадрах, о повышении их квалификации, ежегодно мы проводим большой ряд семинаров, организуем курсы повышения квалификации для наших тренеров, а также наши тренеры имеют возможность в составе команд сборных наших выезжать в другие регионы на так называемые сборы, где они обмениваются опытом с коллегами из других регионов. Но если говорить о тех видах спорта, которые только зарождаются на территории нашей республики, вот возьмем, например, зимние виды спорта, это хоккей, фигурное катание, у нас появляется уже спортивная инфраструктура, где мы будем заниматься с детьми. Говоря об этих видах спорта, у нас, конечно, сейчас тренеров нет. Будем привлекать других регионов до тех пор, пока у нас уже не зародятся свои кадры, и будем их культивировать. Говоря о финансовой стороне, за время моего пребывания здесь у нас бюджет увеличился на спортмероприятия в три раза. Это благодаря главе нашей республики Рашиду Борисовичу Тимлизову. Недавно говорилось о том, что у нас в регионе наши спортсмены завоевали порядка 600 медалей. Но, тем не менее, возьмем последние Олимпийские игры. Наших представителей, именно как откорочают Черкесии, на них не было. С чем это связано? Ну, на мой взгляд, тоже несколько причин здесь. Первое – это все-таки вот 90-е годы, когда наша страна и наша республика, в частности, ну, претерпела большие такие экономические преобразования, да, к сожалению, не в лучшую сторону. В это время, как бы, на дно пошли не только спорт, но и другие направления, да, вообще, и социальные, и другие вопросы ЖКХ и так далее. В те годы, получается, спортсмены и их тренеры перебрались в более успешные регионы, даже страны, да, там, можем сказать. И в этой связи образовалась такая яма. Нарушилась связь между хорошими спортсменами и растущими, да, подрастающими спортсменами. Нарушилась связь между опытными тренерами и теми, которые только остановились на ноги. И вот в этой связи, ну, и плюс отсутствие финансирования. В этой связи получилась такая яма. У наших спортсменов была одна мечта, одно желание, допустим, достичь какого-то результата, выехать в другой регион. Ну, более успешные регионы-то были, там, Москва, Краснодар, там, Ханты-Мансийск и так далее. Несколько регионов по всей стране, они были более успешными. Ну, за последнее время, слава богу, это все проблемы позади. За последние годы можно сказать, что у нас уже нет практически только спортсменов, если не брать во внимание, что ребята переезжают в другие города для поступления в вузы или для службы в армии. Ну, и редкий случай переезда. Как поддерживать спорт высоких достижений в условиях санкций? Ведь сейчас у спортсменов нет, как такового стимула, в международных соревнованиях нет возможности выступать. Действительно, вот, в связи с санкциями, как бы, в спорте возникло большое количество проблем, да, практически отменены все международные соревнования. За небольшим исключением. Ну, говорить о развитии в данном случае, что? Вот, вот, министерством спорта Российской Федерации разработан ряд мероприятий, которые будут, так сказать, держать, поддерживать тонусы наших спортсменов. Одно из них, вот, скажу, спартакиада сильнейших, так называемая, да, будет проходить в конце августа, где наш регион будет принимать участие на выезде, и также будет принимающий стороной мероприятие будет проходить в Архызе по дисциплине маунтинбайк. Это вот пришло на замену тех мероприятий, которые были отменены. И таких мероприятий у нас большое количество, которые принимают участие наши спортсмены. Ну, еще такой факт, что наши спортсмены в большинстве своем имеют высокий уровень вообще, да, как бы, и будут конкурировать, продолжать конкурировать между собой, да, там. Я думаю, что вот до тех, пока эти вопросы будут сняты, где-то вот так будем преодолевать эти проблемы. В этом году Карачао-Черкесия отмечает свое столетие. Какие спортивные мероприятия и открытие каких объектов запланировано до конца текущего года? В рамках празднования столетия нашей республики центральные основные мероприятия – это открытие стадиона «Нарт». Там будет очень яркое такое событие – игра ветерана Спартака, также праздничный концерт и так далее. Будет очень красочное мероприятие. Также между регионами и юбилярами мы запланировали товарищеские встречи по футболу. Это Кабардино-Балкария, Адгейст, Аропольский край, Карачао-Черкесия. Это тоже будет ближе к концу августа. Также в начале сентября запланированы мероприятия в рамках велогонки «Дружбы народов». Это будет велопробег Адыгея, Карачао-Черкесия, Кабардино-Балкария и так по северокавказскому поясу. Ну и ряд будет мероприятий красочных, которые будем мы информировать далее. Да, вот эти есть проблемы, но жизнь в республике, спортивная жизнь не останавливается. Соответственно, что стоит пожелать людям, жителям республики в этот праздничный год? Ну, в первую очередь, всегда хочется пожелать людям здоровья. А чтобы оно было хорошим и крепким, надо заниматься спортом, заниматься физической культурой. В принципе, наша работа направлена на то, чтобы было комфортно людям, повысить качество жизни. В данном случае мы, вот говоря о развитии физической культуры спорта, все, что мы делали, это делать для того, чтобы людям было лучше. Поэтому всем желаю здоровья и занимайтесь спортом. Активный отдых на лоне природы с возможностью получить новые полезные знания. Более 200 детей отдыхают в детском оздоровительном лагере «Жемчужина Кавказа» в Тиберде. На протяжении всей смены для детей проводятся различные спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. О том, как проходят летние каникулы школьников, узнавал Алихан Лепшоков. Мы создали все условия для комфортного отдыха наших детей. Здесь ребята могут принять участие в спортивных играх и посещать живописнейшие места города-курорта Тиберды. Лагерь для ребенка – это прежде всего смена обстановки и возможность провести с пользой своих летних каникулы. Мы принимаем участие в различных походах и в увлекательных культурно-развлекательных мероприятиях, отмечают отдыхающие. Мы поехали сначала, потом нас высадили около горы, мы поднялись. Там был мост такой, ну, половина ходила, потому что там тесно было, чтобы не упасть, а другая половина ждала, когда те спустятся. И так мы полностью все поднялись, мы посмотрели на водопад. Мне больше всего понравилось открытие лагеря, когда был большой костер и фейерверк. И еще мне понравились олимпийские игры, когда мы играли в футбол и волейбол. Я лично участвовал в большинстве конкурсов тут, участвовал в каких-то танцах, ну, тоже ездил на всякие экспедиции. Ну, да, можно и так сказать, в Донбай ездил, видел много чего. А здесь ребята готовятся к конкурсу «Костюм индейца». Они своими руками создают головные уборы из картона и разноцветной бумаги. Помимо этого, дети приняли участие в флэш-мобе, организованном воспитателями. Также в детском оздоровительном лагере «Жемчужина Кавказа» для ребят проводят чемпионаты по шахматам и шашкам. Я приезжаю сюда уже второй год подряд. Мне здесь очень сильно нравится. Мы все всегда делаем сообщая, все очень здесь дружные. Мы уже побывали в музей Ислама Крымшамхалова, ездили на Ватабад Шумка. Также мы посетили уже Донбай, где мы катались на канатках. Также у нас здесь проводится много разных интересных мероприятий и соревнований. Сегодня мы готовимся, у нас тема к вечерке, индейцы. Мы делаем для вождей шляпы. Дальше мы будем делать платье для девушек. Мы следим за тем, чтобы дети ни в чем не нуждались и стараемся разнообразить их отдых, отмечают работники детского оздоровительного лагеря «Жемчужина Кавказа». Именно от правильного досуга зависит здоровье детей, и поэтому мы чередуем образовательно-познавательную часть нашей программы с активными играми. Условия у нас замечательные, проживание отличное. В каждом номере есть сам узел, все такое, как у себя дома, например. Столовье отлично работает, пятиразовое питание у нас, повара отлично готовят, домашняя продукция просто так. Совсем скоро закрытие лагерной смены, а дети так и не хотят уезжать. Но покидая место отдыха, каждый из них унесет с собой яркие воспоминания и полезные знания. Алихалим Шоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. 22 года в эфире. На этой неделе свой день рождения отметила программа Вести Карачаева, Черкесия. 1 августа 2000 года телезрители увидели информационную программу с новым названием «Вести Республики». Более двух десятков лет мы освещаем политические, социально-экономические, культурные и спортивные события. Вести стали визитной карточкой нашего телеканала. Над каждым выпуском Вестей работает целая команда. Операторы, корреспонденты, редакторы, режиссеры, монтажеры, инженеры, водители и многие другие специалисты. Программа «Вести Карачаева, Черкесия» выходит в эфир несколько раз в день и в разное время, с учетом специфики оригинального телевещания. Ведь только на нашем канале пять национальных редакций и «Вести» говорят на разных языках республики. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи! Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники «Сити». Мы можем вам помочь. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов, компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек, детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама». Только 10 и 11 августа с 9 до 19 часов пройдет ярмарка от белорусских фирм «Марка» и «Белвест». Женские и мужские коллекции обуви из натуральной кожи, а также куртки, ветровки. Много новинок. Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства. Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию в Тарусском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который пройдет с 28 по 30 сентября в Тарусе. Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК, поддержки администрации Калужской области и администрации Тарусского района. Целью фестиваля является привлечение внимания к сохранению и развитию культурного наследия многонационального народа России, истории родного края, национальной культуры, семейных и этнических ценностей. Работы принимаются до 5 сентября. Подробная информация на сайте